Всем привет, друзья! Вы на канале NECO, и сегодня мы продолжаем урок про тренажер мозга. На этом уроке я решил сделать несколько изменений, то есть то, что мы говорили в прошлом уроке, я решил немножко изменить. Ну, во-первых, я хочу показывать время в тулбар, вот здесь вот вверху слева. Во-вторых, я решил сделать так. То есть у нас будет первый экран. На первом экране у нас будет только кнопка старт и какой-нибудь логотип, либо надпись. Давайте, чтобы не мучиться с картинками, добавим надпись. К примеру, ты готов проверить твои знания? И кнопка старт. При нажатии на эту кнопку у нас открывается основной экран. И на основном экране, это игровой экран, у нас появляется задачка, то есть пример, например, 10 плюс 15 и ответ. И две кнопки, правда или ложь? Когда открывается этот экран, игра уже началась, и пользователь, то есть игрок, должен уже начать отвечать на вопросы, потому что время запущено. То есть, когда мы на основном экране, где у нас есть только кнопка старт и надпись, ну, к примеру, ты готов проверить свои знания? Пока ничего, время не идет, все нормально. Нажимает кнопку старт, открывается экран и появляется первый пример, и начинает идти время. Пользователь должен начать отвечать на вопросы. То есть, когда у нас открылся игровой экран, пошло время. И у нас есть два ответа. Правда или ложь? Мы смотрим на пример и отвечаем. Правда это или ложь? Если ответили верно, то появляется следующий пример. И таким образом, ну, к примеру, давайте поставим до 100. То есть, ответили на 100 вопросов, все, нам показывает, сколько времени у нас ушло, и готово. Это время записывается. Если это лучший результат, то он переписывается. Каким образом? Когда мы записываем первый раз лучший результат, то у нас нет никакого результата, поэтому мы записываем первый результат, который есть. Но второй результат уже будем сверять с первым результатом. То есть, если следующий результат лучше, чем первый, то перезаписываем. И теперь уже новый лучший результат и так далее. То есть, каждый раз, когда у нас занимает меньше времени ответить на эти вопросы, на все 100 вопросов, время перезаписывается. И таким образом сложнее после играть, потому что, ну, к примеру, вы ответили первый раз на 100 вопросов, ну, не знаю, за 10 секунд. Второй раз, или ваш друг, который играет, ответил за 8 секунд. То есть, время перезаписалось, теперь лучший результат – это 8 секунд. Следующий игрок ответил за 5 секунд, время опять перезаписалось. Следующий игрок ответил за 15 секунд, время не перезаписывается, потому что это не лучший результат. И таким образом, каждый раз лучший результат, все лучше и лучше, и сложнее играть, потому что нужно очень быстро отвечать на вопросы. То есть, логика такая. И что еще у нас? Я еще не сказал. А, про неправильные ответы. Если пользователь отвечает неправильно, то ему генерируется еще один вопрос, но он не продвигается. То есть, надо ответить на 100 вопросов, тогда время остановится и покажет результат. Но если он отвечает на какой-то вопрос неправильно, то он не продвигается по лестничке. Вы отвечаете на вопрос 35. Вы ответили неверно, опять генерируется новый вопрос, но это все же вопрос 35. Если вы сто раз ответили неверно, вы все стоите на этом вопросе 35, и вы не продвигаетесь. То есть, вы теряете время, и в конце, когда вы дойдете до 100, у вас покажет огромное время. И, естественно, вы проиграли. В общем, как-то так. Так что, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ссылку на первую и вторую часть урока найдете внизу, в описании. Итак, давайте открываем Android Studio, открываем наш проект и начнем писать код. Так, ну что, давайте посмотрим, на чем мы остановились. Вот у нас MineActivity. Мы сделали функцию, которая нам генерирует случайные числа. Мы их проверили. Так, на экране что у нас? Но вот этот TextView нам, может быть, и не понадобится, потому что мы будем в Toolbar, в ActionBar писать все. Так, где у нас есть? С чего начнем? Давайте сделаем так, чтобы у нас был ответ на правильный... А, нет, давайте запустим сначала счетчик. Для этого нам понадобится три переменные еще. Private Long. Используем Long, потому что у нас будут большие числа. Мы будем в миллисекундах время проверять, поэтому пишем Long. Назовем StartTime. StartTime равно нулю. Дальше. Private Long. CurrentTime. CurrentTime. Не знаю, как правильно произносится. Равно нулю. И Private Float. Почему Float? Потому что после, когда мы от настоящего времени в миллисекундах отнимем начальное время, у нас выдаст какое-то число. Ну, например, 20156. Это будет в миллисекундах. А мы хотим знать в секундах, но чтобы у нас были цифры после запятой. То есть, например, 20,560. Для этого нам нужно использовать Float. Float Time Result равно нулю. А и так. Дальше что у нас? Все у нас есть перемены. Запускается счетчик сразу при открытии данного Activity. То есть, это Activity – игровое поле. То есть, игровой экран. Когда он открылся, все, время пошло. Пользователь уже должен отвечать. Поэтому запускаем, например, сразу OneCreate. Как это делаем? То есть, вот здесь я имею в виду. Запускаем. У нас здесь есть функция init. Давайте там и запустим. Для этого сделаем так. StartTime равно System. То есть, мы у системы будем получать настоящее время в миллисекундах. System.CurrentTimeMillis. Все. Мы взяли начальное время, когда открылся этот экран. Дальше что мы делаем? При нажатии на ответ… Ну, давайте, чтобы время не будет показываться, только будет показываться при нажатии на кнопку. Когда ответил пользователь, например, нажал на кнопку, верно или неверно, ему показало время, сколько уже времени прошло. И так каждый раз при ответе ему будет показывать, сколько прошло времени. Поэтому давайте здесь и напишем number. Хорошо. Вот на наш аде кнопку onClickTrue мы будем показывать, сколько прошло времени. Для этого что мы делаем? Пишем. CurrentTime равно System.CurrentTime. И теперь берем наш TimeResult равно… То есть, это переменная TimeResult, которая вот здесь находится. И мы в нее теперь записываем результат. И результат, сколько прошло времени, сначала до нажатия на кнопку у нас будет CurrentTime, то есть настоящее время в миллисекундах, минус StartTime, начальное время. Это все поставим в скобки, потому что все это мы разделим на тысячу, простите, чтобы перевести в секунды. Так как миллисекунды в одной секунде есть тысячи миллисекунд, значит, это все нужно разделить на тысячу. Тогда у нас покажет время в секундах. Но мы хотим, чтобы не просто показало, например, 25 секунд, но еще показало сотую долю. Поэтому мы превратим это все во флот, чтобы у нас были цифры после запятой. Так, все. Флот, все готово. И давайте теперь проверим. И результат покажем в нашем ActionBar. ActionBar.SetTitle. Давайте сделаем, чтобы интереснее было. Время покажем. То есть, результат времени. Например, напишем time, двоеточие и уже время, чтобы было красиво. Для этого создадим переменную string, потому что вот сразу здесь в setTitle лучше не соединять значения. Ну, к примеру, я хочу добавить в string, переменную string, несколько значений. Ну, к примеру, какое-то число, надпись, time или еще что-то. Это лучше делать в отдельной переменной. Поэтому мы сделаем так. Time равно. Берем и пишем time. То есть, то, что хотим, чтобы у нас появилось. Двоеточие. Пробел. И теперь, если вы помните, я на прошлом уроке показывал. Если мы хотим к string, то есть к тексту прибавить какое-то число, то нам нужно добавить плюс. В данном случае это будет не плюс, а арифметическая операция, а плюс прибавить к вот этой строке string. Сюда добавится и превратится то, что мы сюда добавим, в текст. Поэтому, если я пишу timeResult, это значение float, это не string, но он превратится в string. И у нас будет просто текст time, двоеточие, пробел и результат. Но уже будет это значение string, а не float. Вот. Все. Ставим точку запятой и сюда вносим нашу переменную вот эту вот time. Для того, чтобы показать все. И теперь давайте запустим наш эмулятор и проверим, что все работает. Пока время сразу пойдет, потому что у нас сейчас по умолчанию запускается экран, вот этот, mineActivity, игровой экран. Мы еще не добавили экран с логотипом и с кнопкой start. Поэтому пока что так. Мы проверяем. Так, все запустилось. Время пошло. Жмем верно. Вот видите, прошло 4 секунды. 38 миллисекунд. 8 секунд, 9. И вот так вот. Пользователь должен отвечать. Пока не ответил, время идет. Каждый раз, когда отвечает, ему показывает, сколько уже в общем прошло времени с начала игры. Видите, 19 секунд, 20 секунд, 918 миллисекунд и так далее. Пока это у нас все работает на кнопку верно. Мы сделаем, чтобы на кнопку неверно тоже это работало. Видите. Внешний вид приложения в конце, когда уже всю логику доработаем, мы изменим внешний вид и сделаем все более красиво. Меня спрашивали, можно ли сделать, чтобы покрасивее было. Конечно же можно, но это мы сделаем в конце, потому что сейчас нам главное сделать логику, чтобы все работало. Так, все. Ну вот видите, все работает. Время идет, 54. И закончится время, когда мы ответим правильно, ответим на 100 вопросов. Если на какой-то вопрос ответили неверно, он снова генерируется. Новый пример. Время идет, но вы не продвигаетесь, как я уже объяснил. Все. Так, с этим разобрались. Закрываем. Что дальше у нас? Время у нас идет и показывает, сколько прошло времени. Теперь давайте установим счетчик правильных ответов, чтобы у нас было, когда наберется 100 правильных ответов, все, игра закончится. И результат, то есть время, time result, мы запишем, сначала проверим, есть ли уже какой-то результат, лучший результат. Если есть лучший результат, то мы их сравним. Наименьший результат так и останется. Если у нас лучший результат, то есть наше время меньше времени, которое мы уже записали, то мы перезапишем с нашим временем, то есть наше время мы запишем как лучший результат. И так каждый раз будем записывать наилучшее время. Так, что дальше? Давайте сделаем переменную, которая будет считать правильные ответы. private.int.true.answer. Правдивый ответ равно 0. И давайте еще сделаем одну переменную, где укажем количество правильных ответов. предел private.int. И пусть будет max.true.answer. Равно, ну пусть будет 100. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы если мы хотим изменить, ну например на 50, может быть 100 нам покажется много, чтобы мы не лазили в коде, не искали, где это мы добавили. А вот отсюда уже видим max.true.answer. Мы отсюда сразу изменим значение, а там будет просто в коде вписана эта переменная. Поэтому изменив вот это значение, нам не нужно будет искать, где мы использовали эту переменную в коде. Вот здесь все вверху будет написано. Это очень удобно использовать таким образом. Ладно, что дальше? Все, у нас есть true.answer. Счетчик и max.true.answer. Хорошо, теперь нам надо проверять, правильный ли ответ или неправильный. Таким образом, как мы это будем делать? У нас генерируется numbers, и при открытии надо сгенерировать. Copy и вставляем сюда, в init. То есть, когда откроется приложение, у нас пока по умолчанию ставят вот этот пример. Но мы этого не хотим. Что мы хотим? Мы хотим, когда откроется наш экран, чтобы сразу уже сгенерировался первый вопрос. Поэтому вот он сгенерировался. Мы отвечаем на него вот здесь кнопкой true или false, то есть правда или ложь. И если ответ правильный или неправильный, сразу генерируем еще один вопрос. Только если вопрос, если ответ был правильный, мы в счетчик, вот сюда, в этот счетчик, true answer, вносим цифру 1. То есть увеличиваем на 1. Если ответил правильно, 1. Ответил еще раз правильно, 2. Еще раз правильно, 3. И так далее, до 100. Если ответил неверно, мы генерируем новый вопрос, но счетчик не увеличиваем. То есть, если мы сейчас на вопросе 3 и ответили неверно, то мы сгенерировали еще один вопрос, но счетчик не повысился, остался на 3. Поэтому таким образом и будем. Поэтому вот в кнопке, что мы делаем? Самое первое, нам нужно проверить. Вот ответил наш пользователь, unclick true. И мы проверяем, это правда или ложь. Как это мы делаем? Для этого нам нужно посмотреть, какой именно результат сейчас у нас показывается, правдивый или ложный. Здесь вот мы смотрим. И для этого сейчас мы можем проверить, вставить сюда переменную boolean, которая будет записывать, правильный это результат или нет. private boolean. Это переменная, которая записывает, может принять два значения, правда или ложь. Мы в нее и будем записывать. True А, is true answer. То есть, это правильный ответ. Is true answer равно false. По умолчанию пусть будет false. Неправильный. Но это без разницы, потому что мы будем здесь это вписывать. И теперь смотрим вот здесь. У нас генерируется число случайное. И здесь вот у нас number res, number false. Если у нас текст, который показан на экране, содержит number res, то есть результат правильный, значит, is true answer равно true. то есть, это правда. А если у нас покажется вот этот результат, то есть у нас считается код вот здесь, между этих кавычек, и это будет у нас на экране ложный результат, потому что здесь, видите, содержит number false. Значит, здесь же мы запишем is true answer равно false. То есть, если у нас генерируется определенное число, то есть если у нас генерируется определенное число, number 3, то есть 3 или 1, мы показываем правдивый результат. А если какое-либо другое число генерируется, то ложный результат. То есть у нас запускается либо этот код, либо этот. Поэтому мы просто придаем, присваиваем значение правда или ложь нашей переменной is true answer, там, где у нас записан правдивый код или ложный. Если здесь у нас будет ложный код, вот, в текст мы записываем ложную информацию, значит, на экране у нас ложная информация. Хорошо, значит, в нашу переменную мы записываем, записываем false, то есть ложь. А если у нас правдивый результат, мы в эту переменную записываем true. И здесь вот в коде мы уже знаем, у нас есть переменная, в которой записано правда или ложь. Мы проверяем, то есть if это у нас кнопка unclick true, то есть эта кнопка, если ответ правдивый. И давайте проверяем is true answer, то есть если пользователь говорит, что это правда, значит, у нас переменная is true answer тоже должна быть true, почему? Потому что если это правдивый ответ, значит, у нас запишется вот в эту переменную is true answer значение true. И мы проверяем, если это так. Если это так, значит, хорошо. Что мы делаем? Мы генерируем новый пример и вносим в нашу переменную true answer равно нулю. И теперь true answer будет равно одному. Но есть другой способ. Мы пишем true answer плюс плюс. Два плюса указывает, что мы увеличиваем значение на один. То есть если у нас значение ноль, каждый раз, когда прочитается вот эта строчка, увеличится на один. То есть ноль, один, два, три, четыре. То есть вместо того, чтобы писать плюс один, мы пишем плюс плюс. То есть вместо того, чтобы писать true answer равно true answer плюс один, то есть это будет равно таким способом. True answer плюс один. Видите? А вообще пишется вот таким вот образом. Мы берем true answer, это у нас равно нулю, и прибавляем один. Значит, это будет один. В следующий раз, когда пройдет эта строчка, true answer уже равно одному, и плюс один, два, и так далее. Но есть простой способ написания этого. Это два плюса. Все. Пишем два плюса, и увеличивается значение этой переменной на один. Только если это правдивый ответ. Потому что это кнопка правдивого ответа. Хорошо. Что дальше? Мы увеличили на один. Ответ верный. И снова запускаем функцию numbers. Ну и запускаем счетчик, и показываем, сколько прошло времени. Дальше. Здесь то же самое. В кнопке unclick false copy. Только здесь ответ должен быть ложный. Почему? Потому что это у нас кнопка ложного ответа. Если у нас на экране пример, который показывается ложный, то и пользователь должен нажать на кнопку ложь. Если он нажмет на кнопку ложь, мы проверим, правда ли, что ответ ложный. И если это правда, то есть если ответ ложный, мы проверяем. Как проверить, ложный или нет? Нет, здесь вот мы указываем. Если ничего не ставим, is true answer. Это означает, что если это true, прочитается этот код. А здесь мы показываем наоборот. То есть восклицательный знак вот в этой функции, ой, в этом условии означает наоборот. Если это не true, а не true, это значит false, значит запустить вот эту строчку. То есть запомните, впереди ставится восклицательный знак, что означает наоборот. Вот, вместо true мы ожидаем false. Если здесь не true, то есть false, запустите эту строчку. Надеюсь, это понятно. Если вы не знакомы с условиями, вот эти if, либо переключатель switch, могу сделать отдельный урок, поэтому пишите в комментариях, если вам интересно. Так, все, запускаем здесь только... А, нет, все верно. Если он ответил верно, то тоже мы увеличиваем на 1. Но, если это неверно, то есть представьте, что наш ответ это true, то есть ответ верный, но пользователь нажал, что он неверный, то есть пользователь ошибся, значит, вот это условие, в конце вот здесь вот, видите, открывается скобка, закрывается. Здесь пишем else, то есть в противном случае, если ответ неверный, и эта кнопка неверного ответа, значит, пользователь ответил верно. И мы записываем ему 1 очко и показываем время. Но если это неверно, то есть если ответ правдивый, но он нажал, наш пользователь нажал на кнопку ложь, что это ложь, значит, мы делаем все то же самое, показываем время, создаем новый пример, но не записываем ему правильный ответ, поэтому он остается, счетчик остается неизменный. И то же самое, давайте это скопируем, копии, то же самое вот здесь. Это кнопка правильного ответа, правдивого, то есть правда. Если ответ это правда, и эта кнопка это правда, значит, что происходит? Запускается вот этот код, и мы засчитываем его в 1 очко. Но если это не так, если это неверно, значит, мы просто показываем еще один пример и показываем время, сколько прошло, но ему ничего не засчитываем, нашему пользователю. Надеюсь, это понятно. Так, ну все. Логика написана. Смотрим, что мы можем сделать. Давайте теперь возьмем, пока вот этот текст view используем, как количество правильных ответов. И, значит, у нас TVRS ID, где у нас TVRS? TVRS, вот он. Давайте ему здесь будем показывать количество правильных ответов. Каждый раз при нажатии на кнопку, вот здесь вот в конце, перед тем, как закроется слушатель нажатий, вот он здесь открывается, слушатель нажатий, вот здесь закрывается. Перед тем, как он закроется, будем показывать TVRS setText. И теперь будем показывать trueAnswer, сколько у нас в счетчике правильных ответов. Так, для этого это у нас переменная int, а мы не можем в тексте показать int, значит, превращаем ее в string. Таким образом, string.valueOf. И здесь у нас идет название переменной trueAnswer. TrueAnswer. Все. И также мы будем показывать при нажатии на неправильный ответ. Пусть будет постоянно показывать. Так, вот здесь заканчивается у нас. Так, все верно. И вот сюда вставляем. TrueAnswer. Единственное, что мы не сделали, это ограничитель. То есть пока наш код будет работать до бесконечности. То есть может быть и тысячи правильных ответов, потому что у нас нет ограничителя. Давайте сделаем, чтобы, когда пользователь дойдет до 100, игра остановилась. Но это, я думаю, мы уже сделаем на следующем уроке. Почему? Потому что прежде, когда игра остановится, нужно, чтобы пользователя забросило на первый экран, где у нас идет логотип и опять кнопка старт. Чтобы уже все, игра закончилась. И пользователь вернулся снова на начальный экран. Но пока он у нас не создан, поэтому ставить ограничитель не вижу смысла. Давайте создадим на следующем уроке новый экран, который будет запускать нашу игру. И когда дойдет до 100, будем возвращаться на новый экран и записывать уже лучший результат. Поэтому пока, думаю, это все понятно здесь. Так, ну все, когда все это написали, давайте теперь проверим, что все работает. Так, где у нас наш эмулятор? Все. Так, почему у нас здесь по умолчанию 18 был? А, все, хорошо. Понял. Мы здесь... Где? Вот функции number. ТВРС. Где у нас ТВРС? Вот, мы ему вставляем номер. Это не надо. Давайте его заблокируем. Все. А то он у нас будет по умолчанию показывать вот этот первый номер, который мы проверяли на прошлом уроке. Так, все. 230. Почему у нас 230 получилось? Не понял. А, хорошо. У нас по умолчанию стоит 230. Вот здесь вот мы вставили в текст. Это нам тоже не нужно. Давайте сделаем, чтобы у нас твРС будет равен... Ой, простите, равен нет. setText. setText. И сюда вставим string. Потому что мы будем превращать в string нашу переменную. Как она у нас называлась-то? trueAnswer. Да, trueAnswer она называлась. trueAnswer. Все, давайте теперь проверим. Надеюсь, что все нормально. При запуске должно быть ноль. Все, ноль. Так, 15 плюс 13, 28. Это верно. Все, видите, 1. Нам добавлено 1. 8 плюс 16, 23. Это верно? Нет, это неверно. Но давайте я дам верно. Видите? Не засчиталось. 10 плюс 16, 29. Верно? Нет, неверно. Видите, засчиталось. 3 плюс 1 равно 4. Давайте я дам неверно и посмотрим. Засчиталось. Что-то я не понял. Так, подождите. 3 плюс 1, 14. Дам неверно. Не засчиталось. Все верно. 14 плюс 0. Верно. Засчиталось. 16 плюс 12. Либо я неправильно посчитал. Не знаю почему. 28. Давайте дам верно. Не засчиталось. Хорошо. 13 плюс 0. 3 равно 13. Верно. Но я дам неверно. А, не, не засчиталось. Значит, я первый раз не посчитал. Что-то я так быстро посмотрел и не посчитал. 17 плюс 6. 15. 5. Верно. Нет, не засчиталось. 18 плюс 1. 19. Дам неверно. Нет, не засчитывается. Все, хорошо. Значит, все работает правильно. Потом видео перемотаю, посмотрю, что-то я не помню, какое число там было, почему я дал и засчиталось. Либо какой-то глюк был. 14 плюс 16. Верно. Но я дам неверно. Нет, не засчитывается. Все верно. То есть, если ответ неверный, нам не засчитывается. А если верный, вот 6 плюс 2, 8, то нам засчитывается. 5 плюс 5. Верно. 6 плюс 3. Неверно. Все, верно. Все работает. Так, ну вот так вот, в принципе, у нас работает приложение пока что. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ставьте лайки. Вот такие вот большие лайки, большие. И увидимся на следующем видео. Всем пока. А, ну и не забывайте писать в комментариях, что вы думаете об этом и какие уроки еще хотите увидеть на моем канале. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok